Зашел, засучил рукава, сдал кровь и пошел с гордо поднятой головой. Это был 78-й раз, когда Олег Коваль помог людям. Донором он стал еще в 1985 году. Тогда молодой офицер сдавал свою кровь для раненых солдат, которые воевали в Афганистане. С тех пор делает это регулярно. Говорят фамилию, для кого надо сдать. Приезжаем, сдаем. А вы не хотели бы подказать, допустим, человеку, который у вас посвящен? Ну, и же много будет. Поэтому, что, люди пускай живут. Ну, важно, во-первых, для самого себя, что дело хорошее делаем. А хорошее дело сделали и другие сотрудники УФСИН. Правда, перед тем, как сдать кровь, они прошли медицинский осмотр. Это традиционная процедура. Им померили давление и взяли общий анализ крови. У большинства все в норме. Кстати, некоторые делили своей кровью сегодня впервые. Работаем кулачком. Правильно. Жали, подержали, расслабили. Вот решила попробовать и альтруизм. Ну, может быть, кровь действительно пригодится кому-то, поможет. Кровь сегодня сдали около 150 сотрудников. Каждый по 450 миллилитров. Немного. Но в итоге получилось почти 70 литров. В целом же в Алтайском крае ежегодно сдают кровь почти 30 тысяч человек. Благодаря этому региональный банк пополняется на 36 тонн, а кровь и плазма направляется в медицинские учреждения края. Спасти жизнь за 7 минут именно столько длится процедура, при желании может каждый из нас. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.